Недавно был в научном оффлайновом мероприятии у брокера открытия, наконец-то, и там была возможность задать все интересующие вопросы по поводу устойчивости брокера открытия, инвестиционной палаты, евроклира, когда будет доступ к иностранным активам, почему он запрещен и так далее, и так далее. Сейчас рассказываю то, что мне удалось узнать во время прогулки в лесу, потому что времени просто нет, поэтому не обессудьте за, может быть, сумбурный рассказ. Всего одно легкое движение. И тебе доступен YouTube, Instagram, Facebook и прочее в полном объеме, без всяких ограничений, потому что ты формально в США. Размести значок VPN на главном экране и сделай за правило входить в интернет через VPN. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Ну, сейчас мне, как видите, некогда уже монтажом заниматься. Очень мало времени, поэтому я во время утренней прогулки решил снять это видео. Ну, смотрите, первый вопрос, который я задал, касался устойчивости брокера открытия. Я говорю, ну, как там, многие спрашивают, не обанкротится ли открытие и так далее. На что он с улыбкой ответил, говорит, ну, посмотрите на состав учредителей брокера открытия и банка открытия, и вам все станет ясно. Ну, сейчас банк открытия целиком принадлежит центробанку, 100% капитала, и, соответственно, брокер открытия на 100% принадлежит банку открытия. Это крупнейший актив банка открытия. То есть, соответственно, все будет хорошо с устойчивостью банка и с надежностью, и брокера тоже. То есть, можете не сомневаться, для справки могу сказать, что у Сбербанка 50% принадлежит государству. Вот так. То есть, это надежнее, чем государство, чем Сбербанк. Идем далее. Значит, по всяким евроклирам, иностранным компаниям и так далее. На брокера открытия, именно в связи с тем, что он является системообразующим банком, насколько я понимаю, были введены очень жесткие санкции. Одними из первых. Открытия ВТБ попали в первый транш. И, соответственно, операции с валютой там стали невозможны. И они начали перебрасывать свои активы другим брокерам. Иностранные акции другим брокерам. Значит, открытие пошел по пути к следующему. Он нашел небольшого брокера, инвестиционную палату, и решил перебросить все иностранные акции, иностранные активы, именно в инвестиционную палату. Поэтому, ну, было, так сказать, масса недовольства всякого и, значит, там возмущения. Вот. Но, что сделал ВТБ? ВТБ решил перебросить активы в Россельхозбанк и Альфу. И опыт показывает, что, в общем-то сказать, решение открытия было более правильным. Потому что на Альфу наложили уже тоже санкции, и люди уже начинают вторично бежать куда-то еще дальше. Теперь смотрите дальше. Недавно я в видео рассказывал о том, что ко мне обратился человек как раз из ВТБ, который в Альфе. И он сбросил мне налоговый отчет, из которого выходило, что в Альфе его акции иностранных компаний находятся по нулевой стоимости. Вот. Я задал вопрос своему менеджеру. Он сказал, что, ну, на самом деле, когда акции переходят от одного брокера к другому, то вся информация полностью туда поступает. И вопрос только в том, что отражается она в личном кабинете или нет, как-то корректно. Это уже другой вопрос. На самом деле он сказал, что вся информация передается, и она там не с нулевой стоимостью, и дата покупки есть. Так что с этим он меня успокоил. По поводу инвестиционной палаты. Когда будет разрешен доступ, и почему меня до сих пор не перевели? Смотрите. Ну, дело в том, что открытие, не секрет, это огромное количество клиентов. Просто колоссальное. И, соответственно, вот этот вот процесс перевода активов от одного брокера к другому, он занимает достаточно много времени. Потому что там, ну, многое вручную делается буквально. То есть перебрасывается, там за клиентах делаются, очевидно, какие-то вот эти транзакции. И, ну, просто не успевают. И они делают это такими пакетами, траншами. Причем, я говорю, а в какой последовательности, почему у моей жены уже акции переброшены, а у меня пока нет. Ну, он говорит следующее, что у моей жены все там абсолютно без проблем. Всего-то одна акция иностранная, значит, это Озон в виде расписки. Вот. И поэтому, значит, жена ушла быстрее в инвестиционную палату. Почему я не ушел туда? Потому что, ну, потому что у меня есть обязательства по счету. То есть у меня есть маржинальные позиции, как бы, и они просят там закрыть. Дело в том, что, так как у меня есть обязательства по счету, то, соответственно, эти обязательства даются под залог ценных бумаг. И они, значит, смотрят так, просто формально чисто. Если есть обязательства, значит, надо этого человека придержать, потому что есть вероятность того, что у него понизится риск... Ну, вернее, повысится риск того, что на маржин колл слетит. И, как бы, поэтому таких людей откладывают просто. Почему у меня есть обязательства? Потому что, не потому что у меня есть маржинальная позиция, а потому что я с брокерского счета выводил деньги, они мне нужны были. И я их вывел под залог ценных бумаг. Поэтому они там у меня, вот так висят, эти обязательства. Вот такая история. Теперь дальше. Что с инвестиционной палатой? То есть, вот, акции, я уже сказал, переводятся в инвестиционную палату, они постепенно там должны появляться, вам должны приходить письма из инвестиционной палаты о том, что ваши акции переведены, они никуда не деваются и так далее. Здесь все будет корректно, можете не сомневаться. Но, я говорю, а когда можно будет продавать эти акции в инвестиционной палате? Ну, он сказал, что вот буквально, может быть, уже завтра, то есть, мы с ним встречались 27 числа, он говорит, может быть, уже 28 апреля можно будет. Но, говорит, вовсе не факт, потому что, ну, очень большой напряг, может быть, будут еще какие-то сложности, но факт тот, что это вопрос, ну, буквально дней. Ей совсем недолго осталось. Вот, квик я установил для жены, для себя пока еще нет, ну, там не имело смысла особо, да и продавать ничего не собираюсь. Вот, ну, почему бы, как бы, ну, чтобы доступ был, неплохо бы иметь квик. Теперь далее. Значит, он сказал следующее, что то же самое, может быть, с завтрашнего числа появится возможность вывода денежных средств с инвестиционной палаты на банковский счет в банке открытия. Смотрите, в инвестиционную палату переводятся акции иностранных компаний, и многие акции там идут, ну, через СПБ, то есть, в валюте. Так вот, и если вы продаете через инвестиционную палату в валюте деньги, то он сказал, что вывод будет, естественно, на рублевый счет и в рублях. То есть, здесь без вариантов. Доллары вы не сможете вывести на банковский счет пока. Он говорит, ну, пока вот так, потому что потом посмотрим. И, соответственно, либо вы их конвертируете на биржи, сами по хорошему курсу, либо, значит, если вы соберетесь выводить доллары, то, соответственно, они у вас будут переведены, конвертированы в рубли уже по внутреннему курсу банка открытия. Он, надо сказать, достаточно обычно бывает, ну, такой, грабительский. Вот, поэтому я вам не советую особенно этим увлекаться. Вот, лучше продать на бирже, хотя они на бирже тоже доллар падает непрерывно. Вот, я пока ничего, повторяюсь, не делал. Вот, ну, что еще можно сказать? Смотрите, ситуация с Евроклиром и так далее. На съемме повторил, подтвердил и на семинаре то же самое сказали. Смотрите, какая ситуация. Против России были введены санкции и против ряда персональных лиц были введены персональные санкции. И Евроклир чисто формально он говорит, что, слушайте, ребята, значит, я, мы не будем... То есть, короче говоря, они всех заморозили, все транзакции. Почему они заморозили? Потому что они говорят, мы хотим знать, чьи это активы. Дело в том, что Евроклир и вообще, я говорю, вот эта система депозитария, она работает как часики. Как сказал Коган, мы об этом вообще, так сказать, даже не задумываемся, где это, что. Вот, а на самом деле дело происходит так. Значит, есть целая цепочка депозитариев. И несколько депозитариев. И в частности, есть такой депозитарий НРД и есть депозитарий Евроклир. НРД – это российский депозитарий, Евроклир – иностранный депозитарий. И акции, естественно, иностранных компаний, они задепонированы в Евроклире. Россия, ну, как бы московская биржа, выкупает эти акции. Такой большой пакет. И, говорит, вот эти вот акции НРД выкупает. Эти акции лежат, они принадлежат российским клиентам. Вот. И, собственно говоря, Евроклир видит, что вот такой большой, огромный кусок акции, он принадлежит НРД. А уже внутри НРД происходят сделки купли-продажи между российскими клиентами, которые совершают эти сделки. То есть Евроклир не видит конечных бенефициаров этих активов. И он говорит, раскроете мне все данные по конечным бенефициарам, тогда мы откроем вот эти транзакции. Ну, что, короче говоря, смотрите, среди этих лиц, клиентов российских банков, естественно, находится достаточно большая часть активов у олигархов. Это очень большая часть, во-первых. А, во-вторых, значит, эти самые олигархи, они, значит, крутые клиенты, они категорически не хотят, чтобы их данные где-то светились о количестве активов, которые им принадлежат. Ну, наверное, у них есть для этого основания. Вот. И, соответственно, они говорят, не, мы против. И раз они против, то, значит, соответственно, НРД говорит, не, мы не будем раскрывать данные о конечных бенефициарах. Ну, они говорят, ну, тогда, значит, тогда мы всех заблокируем. Вот так. И вопрос такой. Там есть, говорят, какая-то форма 509, что ли, вот, или 599, по которой просто вот отдельно можно типа себя вычленить. Кто-то пытался это сделать, но Евроклир блокирует вообще все, говорит, раскрывайте данные по всем. Ну, вот такая свинская позиция у Евроклир. На самом деле здесь вопрос достаточно сложный, и, ну, то, что он мне сказал, что, судя по всему, будет огромное число исков, и там за каждый день блокировки, возможно, Евроклиру придется заплатить, потому что это международное законодательство, и там есть очень серьезные инструменты защиты акционеров, защиты инвесторов, и, ну, как бы, есть очень серьезные основания считать, что интересы этих инвесторов нарушены, а нарушитель, который не дает доступ инвесторам к своим активам, должен за это платить гигантские штрафы. Там колоссальные будут штрафы на Евроклир, будут разбирательства и так далее. Ну, посмотрим, чем все это кончится, но пока факт остается фактом. Уже два месяца для тех, кто через Мосбиржу покупал иностранные акции, они заблокированы. Что касается тех акций, которые российские компании, но которые зарегистрированы на лондонской бирже, у нас торгуются через так называемые расписки ГДР или АДР. Вот, здесь следующая ситуация. Смотрите, ну, это акции компаний, там, Петропавловск, насколько я понимаю, Яндекс, Озон, там, ну, много компаний. Вот, здесь ситуация следующая. Соответственно, они тоже все заблокированы к транзакциям и доступа к ним нет. Вот, и там все немножечко сложнее, потому что заблокированы и счета валютной соответствующих компаний. Сейчас принято решение о том, что эти компании будут совершать делистинг с лондонской биржи. И после того, как они выкупят весь пакет делистинга, что это такое? Это выкуп. Ну, как бы, по аферте. Там сейчас цена низкая, они просто выкупают все эти активы с лондонской биржи. И, соответственно, раздают здесь, на московской бирже, соответствующее количество акций внутренним акционерам. То есть, решение было принято такое. Вот, ну, проблема в чем? В том, что то же самое валютные транзакции сейчас запрещены, и поэтому есть проблема в том, чтобы выкупить. Ну, решают, как эту проблему, как бы, как выйти из этого положения. Соответственно, там акции будут, вот эти АДРы, ГДРы, аннулированы, и вам выдадут ваши акции. Дальше, по какой цене их выдадут, я не знаю, потому что вот это тоже очень серьезный вопрос, потому что вы покупали их, ну, скажем, через конвертацию, там, сказать, за доллары, грубо говоря, а получите их рублевый эквивалент. По какой цене, когда будет дата приобретения этих акций? Я не знаю. Я надеюсь, что дата приобретения будет тогда же, когда вы их покупали, а курс, тот курс доллара на момент покупки этих акций. Ну, как бы это было бы логично, но здесь я не могу точно сказать. Вот. Что еще? По поводу личного кабинета и сайта инвестиционной палаты. Сейчас идет разработка, они точно будут. Вот. Ну, это достаточно серьезная работа. Она ведется, и это будет точно, когда сроки здесь уже, ну, неизвестны, по крайней мере, когда будет возможность через приложение и через личный кабинет торговать этими активами. Надо следить за ситуацией. Дело в том, что и приложение, и личный кабинет – это серьезная работа программистов, значит, там, они сейчас работают день и ночь, и это огромные-огромные затраты на этих самых программистов, которых сейчас кругом не хватает. Это серьезная работа. Вот. То есть здесь я не знаю. Если где-то я говорил, что день-два сроки, то здесь сроки не совсем определенные. Именно с приложениями, с личным кабинетом. Вот. Ну, возможность вывода уже будет со дня на день. Ну, так-то будет постепенно, как бы, вот эти возможности вводиться. Вот, собственно говоря, такие мои комментарии. То, что мне удалось узнать. Если есть другие вопросы, задавайте. Постараюсь ответить. Я на праздники хочу немножечко уехать. Поэтому, возможно, следующие видео будут, ну, либо достаточно редко, либо на моем канале про путешествия. Поэтому подпишитесь на тот канал. Я надеюсь, что будет интересно, будут новые впечатления. То есть я надеюсь побывать и в пустыне, и в горах. Там саланчики и так далее. Верблюды. Все это будет, мне кажется, увлекательное путешествие. Поэтому подпишитесь на тот канал. А на сегодня я хочу сказать спасибо. Лайк, подписка. И до встречи. С вами был Демитрович Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok